Задам сразу самый важный вопрос. Стоп. В чем проблема российского кино? Скоро, что делать вот так вот? А мама мне сказала. Гам-гам-гам-гам-гам-гам-гам-гам. Сериалы или полные сирии? Мясо. В каких шапках? В шапках, мы, по-положим, снимали «Елки пять». Мы его снимали летом в жару. Как попасть в большое кино? Тебя сразу, скорее всего, отметили. Вывести отечественный кинематограф на новый уровень. У меня вообще, по-положим, в 2019 году было всего два дня выходных. Лен-фильм или мост-фильм? Кинокомпания «Инферно». Кино – это то, что нас сегодня познакомило. Сегодня у нас в студии самый настоящий искатель, борец, генеральный директор «Инферно-продакшн». Иван Архипов. Да, и Петя. Совместно с кинокомпанией «Инферно-продакшн» с продюсером Иваном Архиповым мы запустили новый кинопроект под названием «Суперкоманда». Это семейная кинокомедия в стиле «Командос», в стиле о фильмах «Джонни Рэмбо» или же «Джуманджи». Фильм расскажет о двух подростках, о братике и сестре, которые мечтают о карьере военной. Но, несмотря на их мечту, отец не понимает их. Отец – богатый человек, который мечтает, конечно же, о хорошем для своих детей, но только не о карьере военного. Чтобы отучить их, он решается на отчаянный шаг. Он привозит их на военную базу в Юго-Восточную Азию. Он нанимает двух наемников и просит их дать детям хлебнуть солдатской соли, так, чтобы они раз и навсегда забыли о карьере военного. Но, несмотря на все трудности, дети настолько подготовлены, что спасают в итоге своего отца. И мечта их становится реальностью. В нашем фильме предполагается участие невероятно известных актеров. Это Марк Волберг, Джейсон Стетхам, Оуэн Уилсон, Дэйв Батиста. Участие таких актеров мировой величины уже на стадии предпродакшена принесет свои плоды. Если съемки фильма начнутся в сентябре, то мы уже в ноябре можем участвовать на самом большом кинорынке мира. Это американский кинорынок. С российской стороны участвуют не менее известные звезды. Это Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Мария Горбан, Яна Кошкина. Этот фильм о невероятных, опасных приключениях взрослых и детей на пути к своей мечте. О конфликте поколений. О том, что добро всегда побеждает зло. Я задам сразу самый важный вопрос. Чем должны светиться глаза, кто работает у вас в команде? Ты знаешь вообще значение слова «инферно»? «Инферно» — это пламя огня. Это самое то, что яркое в огне есть. Есть язычки огня, а это пламя огня. Вот люди, которые светятся светящимися глазами, не те, которые я пришел только заработать денег, а люди, которые хотят работать, хотят зарабатывать, хотят производить кино, дышат именно тем, что делают. Вот эти настоящие люди, которые работают у меня в компании. У меня передача называется «Игра». Стоп. Давай немножко поиграем в такую игру. Я тебе задаю вопрос, играем в обратную сторону. Не ты мне задаешь вопросы, а я тебе задаю вопросы, и ты мне отвечаешь на них. Вот по киношным меркам, да? Ты знаешь, что такое дольщик? Вот в твоем понимании, что это такое? Дольщик — это, наверное, кто на дольки все режет. Прямо так вот берет апельсинку и режет, да? Но на самом деле это оператор камеры, да? То есть, точнее, оператор телеги, на которой ставится камера, и он возит. Знаешь, такие рельсы кладут, там рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Массаж делали когда-нибудь? Вот это дольщики, которые делают массаж. Кладут панораму, на нее ставят телегу, на телегу ставится камера. Но это очень нужная профессия, да? То есть, кадр, чтобы был не статичный, чтобы камера все время двигалась и ездила. Мне мама рассказывала, зачем эти рельсы? Я ее спросила. А мама мне сказала, эти рельсы, чтобы ездить камеры. И человек, когда идет, он трясется. Тогда будет в кадре все вот так. Хорошо, следующий вопрос. Что такое стадикам? И стадикамщик. Это, наверное, какой-то стадион. Ну, возможно. Но совсем не так. Стадикам это как раз таки то, что не дает трястись. Это такое приспособление стадикам. Ну, стадикамщик, это человек, который ходит с камерой, значит, на себя такой, как железная рука одевается на нее, камера ставится. И она ездит. Как бы ты ни прыгала, она будет стоять на одном месте. Это как раз таки, наверное, назовется убийца дольщиков. Можно так сказать. Ну, да, одевает на себя. Нет, есть Ронин, есть стадикам. Стадикам это такая камера, одевается, настоящая большая камера. Там она весит 25-30 килограмм. И он ее не чувствует, ходит с ней, как бы не прыгал, как бы не ездил, он стабилизирует движение. С таким стабилизатором. И смотрим все на драку уже. И начали. А что такое супервайзер, знаешь? Супервайзер? Скрипт-супервайзер. Скрипт? Ну, скрипт, знаешь, что такое? Наверное, кто-то на скрипке играет. Конечно. Они играют на скрипке и смотрят в плейбэк, чтобы у них не было киноляпов. Что такое киноляп? Ляпа. Ляпа? Ну, ляпа, ну, кинокляп, да? Только в рот вставляют и входят потом, не могут слова сказать. Нет, киноляп это то, как, говорится, ошибается человек в кадре. Предположим, у тебя был кадр, у тебя там массовка сзади смотрит в одну сторону, а потом поворачивается на другой и смотрит, этого человека в массовке нет. Получается киноляп, да? Или там у тебя шло два человека, а потом хоп, три человека нарисовалось. Вот скрипт следит за такими вещами. Антон Юрьев рассказывал, я у него тоже брала интервью. Пора уходить из профессии нафиг. Он сказал, кинолеп это вот, например, вот так, у нас снимали, здесь стоял такой предмет. Все, был обед, и кто-то вот этот предмет задел. Он упал, и получилось вот так. Сначала он стоял, и вдруг он падает, упал. А как он падает, что с ним было, ничего не ясно. Все правильно. Потом в кадре в одном, хоп, есть, потом отвернулись, нет, повернулись, нету, потом опять вернулся, хоп, опять стоит. Ну, киноляп. А что такое слово гаффер, ты знаешь? Это, наверное, кто гавкает на площадке. Вот, это абсолютно правильно, кстати, в рацию громче всех, на всех там, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, и ничего не понятно, что он говорит, какой-то там, подвиньте там, контровой, там, что там, какой еще, начинает там, только, ну, правда, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ну, это вообще художник по свету. Это тот, кто создает визуальный ряд фильма. Вот ты смотришь картинку, у тебя там красивые рисунки с светом сделаны. Свет-режиссер. Ну, можно и так сказать, но это художник по свету, то есть, ассистент-оператора по свету, да, который занимается. У него есть бригада осветителей, которая там составляет кей-грип, потом там безбой, такие страшные слова. будем разбирать или ну его нафиг это не станет все слова до разбирать или будем что такое кей грипп очень вкусный кей грипп это человек который отвечает за крепление определенного определенной аппаратуры с операторской техники осветительской техники вот смотри у тебя есть камера gopro предположим да ты хочешь ее повесить вон туда на стенку наверх выше выше смотри еще выше вот туда все правильно и чтобы это сделать и зовешь кей грипп он бы что мне надо чтобы камера висела там на потолке и он берет с собой всякие штучки шалобушки болт болтатушки и начинает крепить и потом камера вывешивается там где ему показывать это как бы основная задача кей гриппа да а что такое бестбой конечно самый лучший бой все правильно нет но это английского слова лучший мальчик назовем так да это бригадир каких-то там осветителей и там освети что такое осветители ты наверное знаешь в церкви такие ходят освещаются со светом его настраивает светорежиссер на самом деле светить это правильно говоришь но это не художник по свету тасс те кто занимаются светом расскажите что-нибудь о своих работников смешное веселое а ты знаешь меня нету такого понимания мои работники мы все одна команда каждая единица без которой невозможно снимать кино то чтобы это мои мы все просто коллеги мы я никогда не бывает такой мои работники но я так вот и позиционирую что мы все одна команда мы единое целое смешной ну что смешного рассказать они все смешные на самом деле это все смешное происходит на шапках а это как бы останется за кадром о шапках да каких шапках шапках сектор или вот эти шапки есть такое понимание это корпоратив банкет это когда заканчивается проект организуется шапочка для шапка называется шапка это советских времен раньше директор снимал шапку и ходил так вот по ходил по студии со всех собирал денег на общий банкет шапку собирали ну можно и так сказать но не то чтобы подать деньги это скидывали все кто сколько может чтобы сделать в конце съемок какой-то корпоратив ну вот немножко вот это ушло и стал это возложились на обязанности на продюсера и вот этот корпоратив который очень необходимо обязательно по окончании съемок но моей компании он проходит если мы особенно собираемся каким-то новым коллективом шапка происходит до съемок мы так все знакомимся у нас есть там ознакомительные напитки такие выпиваем там лимонад швепс выпьем сок все дружно вот и начинаем сразу дружить и все люди сближаются когда вы хоть пин dataset любая съемка первый съемочный день как наш пись поговорка 1 блин кому а если мы этот первый блин сделал первый блин кому все правильно на как а бабушка блин и печет очень часто первый получается не очень хорошо вот а тут вот так же и съемочный первый съемочный день чтобы не превратился rando блин кому мы делаем начали корпоратив небольшой уже все люди познакомились близились уже кому все друг друга понимают и после этого уходим на съемочный процесс и уже первый блин никак не будет к вам уже потому что, получается, второй блинчик. Знаешь, у меня в команде самые такие надежные люди, это очень важно. У меня есть самый такой надежный человек, Антон Мамин. Это моя правая рука, мой заместитель, который все проекты ведем вместе. Человек, на который можно понадеяться, положиться, это всегда залог успеха, правильно я ведь? Потому что одному, ну не то чтобы тяжело, но все-таки тяжелее, чем когда ты с кем-то. Всегда должны быть надежные люди. Вот Антон Мамин, это тоже продюсер, это мой заместитель. Вот Юлия Кристофович такая, это вообще правая рука Базилевса, назовем так. То есть она все такая, очень опытный продюсер, уже со стажем, там 30 лет в кино. Он всегда очень помогает, выручает. В общем, большое количество людей, которые очень важные, очень нужные. Да, там оператор Дима Трифонов, который снимал фильм «Танки», снимал фильм, там, что он там еще снимал-то. В общем, много хороших фильмов, снимал «Позывной стаи», там, вот с которым я прекрасно знаю, что если этот оператор, проблем никогда не будет. Гарик Джамгарян, оператор, замечательный, в общем, мне очень нравится с ним работать. Ким Дружинин, хороший режиссер, который тут 28 панфиловцев снимал. Которые такие люди надежные, там, супер механики, фокусники, это и Леха Рыжий. Вот, и там, ну, они так любят, чтобы их называли Леха Рыжий, просто Леха Рыжий. Там, знаешь, как вот в спецназе есть клички, нет имен. Ну, так же и в кино, наверное, какой-то есть. Вот, обязательно Гафер должен быть свой, который может надеяться. Это и Сергей Бибякин, и брат у меня есть, Гафер хороший, почему я про это все знаю. У меня Архипов Сергей такой. Рома Гафари, там, Александр Рябинин. В общем, большое количество людей таких, надежных, про всех вот рассказывать, даже вот не расскажешь. Ну, кастинг-директор у меня есть любимый, это Катя Мальгинова. Вот прям вот я вот кайфую работать с ней. Конечно, Лана Бурмистрова, ты тоже знаешь наверняка, ну, она самостоятельная большая фигура, то есть я ее привлекаю, сложные проекты, конечно, с удовольствием ее привлекаю. Вот там Лиза Гудкевич такая, наверное, тоже знаете, очень хорошая по актерам занимается. Ну, в общем, вся команда, все люди, которых я называю, они живут в кино, они дышат им, они... Для них кино это все. С такими людьми приятно работать, потому что мир изменить невозможно, но можно делать его чуточку лучше, создавая вокруг себя идеальный мир. Ты создаешь капельку в мир лучше вокруг, понимаешь? Всем привет! Поддержите меня, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Я буду очень счастлива. Спасибо! Все, что делает ваша команда, делится на российское и нероссийское. Но, в принципе, у меня основная задача – вывести отечественный кинематограф на новый уровень. Я очень много лет работал на чьей-то картины, ты работаешь как наемный. Но моя компания довольно-таки молодая, хоть я в кино с 2004 года, но у меня компания молодая, она с 2017 года, там 3 года будет только. Но я создаю сейчас свои фильмы и пытаюсь делать это так хорошо. Мне не нужно зарабатывать на производстве. У меня есть цель и задача – заработать с проката, сделать наше кино, чтобы его смотрели за рубежом. Потому что у меня сейчас фильм практически завершился, «Барон возвращения» так называется. Это копродукция с Узбекистана. Мы этот фильм уже продали на весь мир – и в Америку, и в Европу, и в Азию, и в Китай, и все СНГ, и вся Европа. Он уже продан полностью. Он был на кинорынке осенью 2019 года. В общем, сейчас он был на Берлинариуме в фестивале. Сейчас готовимся к Каннскому фестивалю с этим фильмом. Так что вот так вот. Будем потихонечку выпускать свои фильмы. Камера! Есть! Восемь, скатер два, два, два! Энд, экшен! Понял. Что будем делать, Скоро Досуныч? Сам не знаешь. Понял? Ну, чего спрашиваешь. Если честно, не ожидал. Я мало. Ты помнишь Мордона? Я искал много лет. Он украл 500 кило у Мордона. Из-за него погиб Мордон. Это была твоя филы, пускай, не ошибка. Не ожидал. Ямол, ты помнишь Мордон? Что? Ну, нормально. А там фазы главные. Привет, у Мордона. Хмол, ты помнишь Мордон. Я не знаю. 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 Ты помнишь училища на слесаре. Это другое. Может быть, сад техникам хочешь. Понимаешь? Если ты идешь в театральное училище поступать. Предположим, если ты имеешь в виду, есть ли разница между Щукинским или каким-то другим. На самом деле среди режиссеров для кого-то это важно. Уровень подготовки актера. Как определяет режиссер? По визитке? Ну, как определяет режиссер, это только ему виднее. Я все-таки стараюсь не влезать в эти режиссерские дела, потому что я могу кому-то поспособствовать. Предположим, я увидел актера, который мне нравится. Это очень часто я делаю. Я даже в Инстаграме смотрю. У меня есть всякие дети, которые подписаны на меня. Я прямо по фотографиям смотрю, захожу к ним на профайл, смотрю, чем он занимается. Я вот подготовку обязательно для меня. Дети должны быть спортивные. Это обязательное условие, чтобы они занимались. Если там девочка, она должна уметь сидеть на шпагате. Мальчик должен уметь владеть оружием. Это обязательное условие. Потом обязательно он должен уметь стоять в стойке. Какие-то такие боевые у него должны быть заслуги. Вот, и уверенно держаться в кадре. Естественно, визитка как-то говорит, что это для режиссера. Он смотрит по визитке, если человек видит, что человек играет глазами, но что детей актеров не бывает. Можно из любого практически ребенка вытащить то, чтобы он сыграл сам себя. Главное это заставить. Есть дано, не дано. И вот режиссер по глазам может определить. А я определяю по таким свойствам. Я предположим, сейчас у меня два детских фильма готовятся. На один детский фильм я себе нашел. У меня вот увидел мальчика. Он хороший, спортивный, занимает спорт. Он с Москвы. И он на кастинге будет по-любому. Не назовем, что это протеже. Это возраст моего сына старшего. Но я сына брать не буду, потому что я знаю, что он к этому не готов. Я туда беру другого человека, потому что для меня очень важно, чтобы снимался в кино не какой-то... Мы не семейный фильм снимаем, а делаем хорошее кино. И знаешь, вот эта подготовка актера начинается с ранних лет. Предположим, я бы тебя на фильм бы с удовольствием взял, но должен решать режиссер. Режиссер смотрит тебе в глаза, задает какие-то вопросы. Не по теме вообще. И смотрит, как ты отвечаешь. Если ты начинаешь кривляться, тебя сразу, скорее всего, отметут. А если ты спокойно разговариваешь, уверенно чувствуешь себя в своей тарелке, у тебя тогда все получится, и ты пройдешь дальше. Вы всегда довольны работой кастинг-директора? Все кастинг-директора, с которыми я работал, я всегда ими был полностью доволен. Не было никогда никаких претензий, никаких вопросов. Они выполняют свои функции. Все на ура. Поэтому, да, всегда довольны. А какой самый важный опыт из съемок вы могли бы передать? Самый важный опыт из съемок, это, наверное, все-таки, не загружать перенагруженностью, не пытаться экономить. Скупой платит дважды. Это самый популярный выпуск. Когда пытаешься сэкономить, в итоге ты попадаешь на деньги. Кто-то пытается в одну смену засунуть, много-много-много всего снять, чтобы 20 минут в день снять. Надо 3 минуты. А надо пытаться 20, чтобы сэкономить бюджет. Деньги нет, ничего нет. И в итоге получается, что скупой платит дважды, а потом вылезает дополнительная смена и дополнительные расходы. То есть нужно нормировать рабочий день. И детей нельзя перегружать. Если ты работаешь с детьми, которые младше 14 лет, больше 8 часов ни в коем случае с ними нельзя. А лучше до 4. 2-3 часа и вот так вот достаточно для ребенка. Потом он уже не сможет играть, он уже потом будет давить из себя. Вот это очень такой полезный опыт, который я уже давно увидел и для себя отметил. Расскажите о самых любимых проектах. Вот у меня сейчас есть проект, который я подготавливаю. Он действительно у меня прямо, вот я им болею, у меня душа к нему болит. Это называется «Суперкомада». Это детское кино. У меня подписан контракт с голливудским режиссером у нас с Голливудом. Под него, под этого режиссера подписал контракт с нами постановщик трюков, который с Тетхом работает все время. снимал «Неудержимые 3» и дальше вот эти фильмы. То есть у нас такая полуголливудско-российская компания. Получается команда. И там у нас как раз-таки в главной роли дети. Вот. Два ребенка, мальчик и девочка. Там девочка чуть постарше, там 13-15 лет. Мы еще будем проводить кастинг в мае месяце. Мальчик у нас там 10-летний. Вот они фанаты такого военного своего оружия. Все в милитаре. Для них прямо вот фанатеют, фанатеют. Отец у них олигарх. Он очень богатый человек. И он не хочет, чтобы его дети были обычными солдафонами. И там вот так получается. Вот у нас съемки будут в Камбодже. Что он устраивает им такую настоящую армейскую жизнь. Берет их, увозит в Камбодже. Подговаривают офицеров, знакомых спецназовцев. Которые, кстати, играют голливудский актер у нас в кастинге. Согласились сниматься. И Джейсон с Тетхом согласился сниматься предварительно. Ну, у нас пока на него денег нет. Но он согласился. Ему идея понравилась. То есть он реальную сумму озвучил не так, как когда не нравится. Там Марк Уолберг. Там Винцент Кассель согласился. Он же друг режиссера. Винцент Кассель точно будет сниматься нас в кино. Он у Виласона согласился. Вот этих актеров мы тянем. Плюс наши российские звезды. Будем под них тщательно подбирать детей. Естественно, про что я говорил, что сына я туда тоже брать не буду. Он не готов еще. Он перестал заниматься. Я его отводил заниматься рукопашным боем. И он не готов. То есть у него были золотые медали. А потом он забросил спорт. И стал как бы увлекаться компьютером. То есть он не очень артистичный. Я думаю, что кастинг у него не получится пройти. Как бы я его не любил. Но все-таки надо вначале все-таки быть с театральной жилкой. Предпочтение дается детям, которые спортсмены и занимаются в театральных кружках. Вот. Это мой самый любимый проект. Вот которым я прямо душу, болею. И вот подготавливаю сейчас. А на чем воспитывается киновкус? Ну его воспитать в принципе-то и невозможно. Тебе либо нравится кино, либо не нравится кино. Но здесь у кого-то он патриотизма дает. Я большой патриот своей страны, своей родины. Я патриотичный человек. Я пытаюсь не привязываться к одному вкусу. То есть я бы на свое удовольствие снимал бы вообще одни боевики. Там фильмы про войну. Все говорят, что зачем фильмы про войну. Как-то вот ехал в поезде. И у меня там девочки две ехали восемнадцать и двадцать три года. Они мне вопрос такой задали. Зачем вы вообще фильмы про войну снимаете? Ну как ты думаешь, зачем фильмы про войну снимаются? Чтобы помнили, что кто-то когда-то убирал. Вот ты знаешь, мне сейчас будет показать. Ну что девочке шесть лет, она видит и говорит и даже понимает больше, чем те, которые там двадцать лет. Но на самом деле фильмы про войну показываются для того, чтобы передать тот страх войны. И чтобы это никогда не повторялось. Никто никогда старались не наступать на те же грабли, не начинались новые войны. Поэтому вкус фильма бывает разный. У меня он такой более военный. Я люблю все военные фильмы. Люблю боевики. Нравятся комедии. Но он не то, что в него воспитался. То есть, ну как-то у меня, наверное, был всегда с детства. А может из военных клубов патриотических, в которых я роз занимался. Вечный вопрос от массовки. Почему часто снимают? Летом зиму, а зимой и лето. Ну, летом снимают зиму. Предположим, снимали «Елки пять». Мы снимали летом в жару полную. Да, надо было показать к зиме. Потому что мы торопились показать фильм к Новому году выпуска. Поэтому снимали летом, чтобы успеть смонтировать и дать фильм уже в нужные сроки. Стоп! 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 Продолжение следует... 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 голливуд ну что мы как минимум если он купил билет голливуд он должен владеть языком правильно голливуд это что это лос-анджелес лос-анджелес это что это америка правильно значит какой язык там правильно английский он должен хорошо говорить по-английски это такая ну в голливуде это нужны важная вещь вот еще достаточно наверное дружить с нами с нашей компании потому что мы сейчас потихонечку на верный уверенными шагами движемся в голливуд то есть уже с голливудской компании нас подписан контракт подписан меморандум на много лет сотрудничества и скоро наша компания откроется филиальчик как раз в голливуде поэтому уметь надо драться ну вместе ну и бои бои то есть обязательно мальчика должны уметь драться обязательно нужно уметь владеть оружием девочки должны быть гимнаст ну как бы гимна как это называется так эластичные эластичные ну да вы должны уметь заниматься гимнастикой то есть они должны быть эластичные никого не стесняться ничего не бояться и как ты смело смотреть в глаза и задавать вопросы не стесняясь ничего наверное все таки вот так лиц опрос поезд или самолет самолет доверять людям или надеяться на них доверять бить врага или договариваться только бить лен фильм или мост фильм кинкомпании инферно тишина или веселье веселье мясо или колбаска мясо джеки чан или блюз лей я большой фанат с детства джеки чана поэтому джеки чан таки что такое худсовет худсовет у нас уже не существует это сейчас и подобие худсовета это питчинг худсовет остались там странах ссср в том же узбекистане с кем наша компания подписан меморандума сотрудничества это когда собирается количество определенных профессионалов там авторы сценарии режиссеры какие-то щитоводы продюсеры директора начальники какого-то кинокомиссии и они сидят слушать ты представляешь делаешь очередную защиту своего фильма свой проект и делаешь какую-то презентацию рассказываешь показываешь твоя цель и задача заинтересовать их чтобы получить от них денежные средства либо что-то еще для этого существует худсовет но в россии он называется сейчас питчинг у нас худсовет уже как отошел что такое комиссия в кино комиссия в кино это смотря какой процесс если мы берем комиссию в кино уже завершенного фильма это когда комиссия собирается смотрит твой фильм предположим насколько он тебя подходит под цензуру там проверяется комиссия цензура проверяется допустимость показа на общих экранах вот это наверно комиссия такая если имелся в виду вопрос проект комиссию очные смены зачем они нужны они же устают есть такое понимание как режиссер художник-постановщик которые увидели какое-то место и это хочу снимать вот только здесь только здесь и нигде больше военкомат днем они работают могут пустить только ночью и соответственно приходится снимать такую ночью либо фильм снимаем на натуре натур это улица а улица нас ночь зачем нам снимать днем ночью а ночью день поэтому хотя это часто в кино бывает мы снимаем поэтому всю ночь вот выстраиваемся на смену и ночная смена получается днем спим ночью работаем меня вообще предположим девятнадцатом году было всего два дня выходных это были в мае и все у меня больше выходных не было я все время работал и ничего не устаю если человек любит свою профессию начиная дневная там утренний вечерний без разницы какая смена она это для него все для меня это хлеб для меня это воздух я без этого не могу поэтому я не разделяю ночные и дневные мне все смены хороши есть у вас любимый анекдот о своей работе конечно я тебе через 16 лет его расскажу пока говорить не буду расскажите что было на съемках смешного да смешно вообще в принципе любой там день не обходится без смешных случаев там ну всякое происходит но конечно чаще всего это какие-то актеры вот если хоть работаешь с хорошими актерами я вот не вот к этому вопросу немножко скептически отношусь потому что не все можно рассказывать потому что чаще всего подписываем с заказчиками они разглашение какие-то смешные случаи остаются только за кадром поэтому если вы будете присутствовать на съемках в любом случае на любой съемочной площадке всегда увидите ли себя какой-то смешной случай пока мне рассказывать наверно что-то нельзя а что-то не для детей вы сами снимаетесь как актер да я снимаюсь как актер и я сейчас часто выполняю каскадерские трюки то есть я сам спортсмен в прошлом я занимался спортом всю жизнь посвятил спорту служил в армии уже рассказывал в д.в. поэтому мне это каскадерский это очень близко если что-то где-то нужно помочь каскадерам я всегда с удовольствием выполняю это ну и плюс занимаюсь каких-то фильмах но главной роли на себя не беру потому что продюсер должен заниматься подсчетом да то есть как бы организация съемочного процесса а не погружаться полностью и быть актером надо как-то уметь разделять я кстати снималась в тайных следствиях дочь креста да я знаю я видел кастинг лист в ваши тайные следствия но ты очень хорошо сыграл очень молодец что вам нравится больше сериалы или полные фильмы конечно полнометражные фильмы потому что сериалы это сериалы а полнометражное кино это полнометражное кино и моя компания старается делать ну сейчас вот я вышел у меня в этом году должно быть 6 фильмов я должен произвести то есть не за год то есть я запускаю 6 фильмов в этом году вот и ни одного сериала среди них нету конечно я полный метр больше люблю день День генерального директора, как вы отмечаете? Для меня существует в принципе два праздника. Это день ВДВ и день рождения. Даже Новый год для меня не праздник, потому что я всегда в него работаю. А день генерального директора, по-моему, 28 августа, если не ошибаюсь. Ну, никак не отмечаю, получаю поздравления от своих коллег. Мне там дарят смешные кружки, футболки, ручки. Ну, так, прикольненько, конечно, но не отмечаю. У вас много работы ведется в Казахстане. Почему? Да, мы снимаем часто в Узбекистане, мы снимаем часто в Кыргызстане. В Казахстане у нас не так много. То есть, было какие-то ролики, снимали какие-то клипы, но не так много. То есть, в Кыргызии мы снимаем фильм про Афганистан. Ну, у них очень похожие горы, там очень красивые места, хорошие локации. Люди лояльные с ними, легко договариваться. Ну, сейчас там сменилось правительство, немножко там мы оттуда отошли. А в Узбекистане у меня подписано меморандум, моя кинокомпания. То есть, я как представитель Российской Федерации там нахожусь, в Узбекистане, со спокойной душой. То есть, у меня, я там как дома чувствую себя. То есть, Ташкент, там вот режиссер Рустам Сагдиев, мы снимем сколько продукцию, фильм, который подготовили этот «Отбарон возвращения». Мне открыл полностью Узбекистан, поэтому мы можем спокойно там снимать, там красивые места, хорошие люди, вкусная еда. Узбекистан. И Дистану это, во-первых, это дружеская страна крошка, и меня уже ходят везде в России, как и в вашей стране. Во-вторых, это самый, наверное, как это называется, только соседский, нет, как-то продавцы. Вестиприимный, вестиприимный. Вестиприимный, самый вестиприимный народ. Это это, я здесь, знаете, сколько у меня в роли, что я стою? Это, как седло, что мясо, что стоит, что не стоит. В общем, большое спасибо, Владимир, саму Сатрию огромное спасибо. Он молодец. Я очень надеюсь, что он будет всегда сотрудничать. И на десу, в моей мере, он был равный по духу. В общем, устав, так и красавчик. Спасибо вам большое. Друзья, сердечно приветствую вас на церемонии открытия Дню Северского кино. В России у нас дома любят и ценят древнюю и современную культуру Узбекистана, и мы стараемся как можно чаще проводить культурные приемы за ним. Я посмотрел поездкой сюда справку о современной социальной российской, узбекской культурных обменах. И вот только справка занимает 7 страниц у более 40 лет. На этом, на текущий. В общем, лучше не скажу. Мне кажется, что представить от сотрудничества без кино, естественно, невозможно. Мы как раз поддерживаем таки очень недавно договорились о старте программы по подготовке узбекских студентов во веке в ГИКО-Крылоком. Центр в Узбекистане при государственной службе. Приглашается директор генкомпании «Инферно» Иван Архипов. Субъекты страны. Магистер Кирчит Sakurov Ахусалик fruit G., генеральный директор национального агентства в Узбекистане. Всем здравствуйте. Очень много говорят, что нужно делать, что нужно делать, а я взял и сделал. Скоро все увидят, вся Россия, вся СССР увидят, что мы сделали. Благодаря Рустаму, замечательному депрессору, я помогу, и все, менеджер, заходу появился в Узбеке. Но я надеюсь, что мы друг друга никогда не доведем, и будет только все самое лучшее. Ну, скорого времени, вы уже все узнаете. Я думаю, что это будет конец декабря, января, будет большая информация, будет все рассказано о фильме. Фильм будет бомба, вы увидите этот фильм, вы посмотрите, я думаю, что весь мир, в принципе, посмотрит на кинематографию Узбекистана с другой стороны. И этот фильм будет доказать, что совместное производство очень важное, нужное и полезное вещь. А ты знаешь, Лиза, что если даже человек выучится на адвоката, на повара, что он все равно сможет попасть в кино. Это такое кино, это такой мир, который, наверное, к сожалению, пока еще не окружен одними профессионалами, которые учились, обучались на это. Но люди в кино попадают абсолютно с разными профессиями, абсолютно на разных должностях. Кто-то считает, что от этого провалы нашего кино российского, что работает, кто попал. Ну, а мне кажется наоборот, что люди, которые горят, болят, они, может быть, и хотели учиться на кино, но у них что-то пошло не так. Но они выполняют свою работу лучше, чем те, которые на это учились. Ну, это я из жизни рассказываю, из жизненного опыта. У меня адвокаты, предположим, в кино тоже есть. Ну, это обязательно, они должны представлять твои интересы, защищать тебя в суде. Вот у меня как раз-таки сейчас суд будет, 15 апреля, они меня будут защищать. Поэтому в кино адвокаты тоже есть. Повар, это в кино тоже важная профессия. Ты же не любишь быть голодным, ты же хочешь быть сытеньким, вкусненько покушать. У меня дети всегда едят, если на снимают все. Дети, у них всегда завтрак, обед, ужин. Это обязательно. Плюс бутерброды с колбасой. А ты считаешь, что тебе бутерброд с колбасой не повар будет делать, а будет какой-нибудь сварщик. Сварит тебе из железа, скажет, на тебе бутерброд с колбасой. Будешь кушать? Нет. Вот. Поэтому повару тоже нужен профессия кино. Кино же он составляет из многих профессий. То есть обязательно должен быть обученный режиссер, обязательно должен быть обучен оператор, обязательно должны быть обученные актеры. Вот. Это как бы такие основные структуры. А, художник, постановщик обязательно должен быть с образованием, композитор. Это нельзя понять. Да, то есть композитором не может быть повар. А в кино он работать может, потому что он готовит кинообены. Это важная вещь. То есть сытый… Как там у меня осветители-то говорили? А, сытый продюсер, а нет, сытый осветитель, довольный продюсер. Вот, есть такая поговорка очень хорошая. В чем проблема российского кино? Наверное, недостатка финансирования, плюс менталитет некоторых личностей. И люди очень часто, я не могу сказать про всех, но это бич нашего общества, что люди пытаются заработать на производстве. Они не пытаются заработать с проката, то есть они не заинтересованы в конечном материале. Им главное на производстве поработать чуть-чуть, денег там, кусочки подкусывать, а потом главное, кино сдал и все, и забыл. Вот это бич нашего кино. Вот когда наш человек будет заинтересован на результат, если он сдает, как в Германии очень хорошо сделано, у них тебе выделили деньги на кино, ты снял кино, кино не пошло, не заработало столько, сколько тебе выделили. В следующий раз выделяют, не выделяют два года, потом выделяют, в два раза меньше. Если опять не сможешь заработать, опять тебе не выделяют два года. А если ты заработал, тебя выделяют в следующий раз в два раза больше, и так вот увеличивают, увеличивают. Если ты заработал, 10 рублей выделили, да, ты заработал 50, тебе в следующий раз выделят 50. То есть на ту сумму, которую ты заработал. Это государство. И они так вот друг друга поддерживают, а у нас этого нет. Дайте мне пару советов, как попасть в большое кино. Обязательно заниматься спортом, обязательно хорошо учиться, обязательно быть дисциплинированной и никого ничего не бояться. Это результат успеха и точно попадания в большое кино. А как же актерское мастерство? Актерское мастерство, если у тебя есть эти навыки, придет само по себе. Здесь понимаешь, либо ты родился, вот Сидихина, знаешь такие актеры? Есть Евгений Сидикин актер, а у него есть дочка Полина Сидикина. И когда она поступала в театральное училище, он ничего за нее не просил, никаких поблажек. Он сказал, что если тебе дано, ты будешь актрисой, не дано, не будешь. Ну, ей дано, она хорошая актриса, у нее все получилось. Она поступила, отучилась и снимается в кино. Поэтому, ну, пока ты ребенок, какое у тебя актерское мастерство? У тебя вот эти основные пункты, которые я назвал, они должны быть. Как образовалась Инферно Продакшн? Ну, моя компания правильно называется Продюсерский Центр Ивана Архипова Инферно. Это не просто так, я свое фамилию и имя вставил, потому что я был известен как индивидуальный предприниматель, был ИП Архипов. Я устал выполнять чужие заказы, снимать на кого-то чужие фильмы. Захотелось снимать свою и выводить отечественный кинематограф на высший уровень. Мои компании Сопрано большие профессионалы, которые минимум 15 лет старше. Это минимальный стаж у людей, которые со мной работают 15 лет. Младше этого стажа никого нет. И так мы организовали компанию и назвали Инферно Кинокомпанией. Еще плюс, к тому же, имя свое вставляешь. Когда в компанию, это значит не фирма-однодневка, это значит, что компания отвечает своим именем. Если все знают, что со мной работает, если я что-то сказал, я всегда держу слово. Поэтому у нас и компания такая очень надежная и хорошая. Лучшие три фильма, по вашему мнению? Я хочу отечественный. Все-таки мы говорим про российское кино, за которое я болею душой и всем телом. Назовем так. Мне очень нравится фильм «28 панфиловцев», о чем говорят мужчины. Потом «Самый лучший день», который я смотрел. Мне нравится, как там сделана операторская работа. Она прямо замечательная, особенно когда песня «Ай, Возу вас», как, я забыл, как называется, где одним кадром снята вся песенка. Три лучших российских и зарубежных актеров. Ну, если мы берем зарубежные актера, то самый хороший актер для меня Джейсон Стэдхэм. Конечно, он на первом месте, как ни крути, это такой замечательный. Потом следующая, Анджелина Джоли, зарубежная актриса. Мне очень нравится, как она играет, именно игра. И третий актер зарубежный, это Роберт Де Ниро. Он замечательно играет, он умеет перевоплощаться. Прямо я вот кайфую смотреть на него игру, прям вот удовольствие большое получаю. А если брать наших отечественных, да, ну, наверное, самые популярные, это Саша Петров, да, он хороший актер. Машков, замечательный актер, да. Ну, Дмитрий Нагеев, наверное. Он такой человек, который сам поднялся с нуля, имеет большое уважение у меня. Вот эти три таких актеров отечественных. Спасибо вам большое за вашу работу и за интервью. Обнимашки. У меня и этот, нет, потерял. Дай пить, нет. Оп. Идите.